Привет всем выжившим, и сегодня смотрим на запавшую мне в душе игру под названием Rise to Ruins. По сути она представляет из себя упрощенный градостроительный симулятор с элементами выживания и небольшими элементами Tower Defense. Как заявляет сам разработчик, игра представляет из себя смесь Black & White, Rim Ward и Dwarf Fortress. Я сам играл больше в Black & White, и если честно, меня это сразу зацепило. Как ни крути, на Black & White я вырос, и сама игра связана у меня с довольно тёплыми воспоминаниями. Поэтому, да, давайте посмотрим поближе на Rise to Ruins, и я попытаюсь вам объяснить, чем же меня так зацепила эта игра. Для начала игра нас встречает довольно обширной картой. Естественно мы выбираем зону, где мы будем играть. Там есть различные климатические условия, но по сути ничего такого. Слева вы можете видеть панели задач, при выполнении которых мы получаем различные навыки, ну и конечно же очки, которые мы тратим на открытие коробок, из которых выпадают различные пассивные навыки. Будь то вместимые склады, стоимость заклинания, либо какие-то другие улучшения, которые как-то упрощают нашу игру. А если есть в игре какая-то прокачка, то игра изначально мне начинает нравиться. И кстати, после того, как мы выбрали какую-нибудь территорию, в дальнейшем мы можем послать мигрантов на зону рядом с той, которую мы выбрали. И там уже начать как-то развиваться. Если говорить обо мне, то у меня сейчас взято две территории. Одна у меня заполнена жителями, другая, ну можно сказать, в процессе. И знаете что, после довольно продолжительного перерыва, когда я зашел наконец-то в свою деревню, ну точнее вернулся, я увидел, что большинство моих построек снесено. И весь город заполнен призраками, причем как враждебными, так и жителями. Ну, в смысле того, что мы можем воскресить своих жителей. Поэтому, да, имейте ввиду, если у вас кто-то умер, то ночью вы можете его воскресить. Вообще у нас в запасе довольно много магии, будь то големы, растворения мусора, какие-то молнии, гроза, землетрясения. Но, конечно, все упирается в ваш запас магии, ну и в ваше воображение. Что же говорить о моем городе? Недолго думая, я решил, что стоит осваивать новые территории. К тому же я выслал в зону напротив своих мигрантов. Так что давайте попробуем там уже засесть. И вот мы появились на новой земле, где должно появиться наше новое поселение. Самих поселенцев еще нету, они появятся, как только мы поставим свой первый лагерь. После того, как мы поставили свое первое поселение, поставили дома и прочие важные постройки, разметили зоны добычи ресурсов, мы, наконец-то, можем откинуться в кресле и посмотреть, как наши жители выполняют свою работу. Постепенно, если с поселением все хорошо, начинают рождаться новые жители, приходят кочевники, а мы начинаем добывать все более и более сложные ресурсы. Начинаем делать доски, отшлифованные камни, ну и, конечно же, начинаем делать стрелы и луки, ну и задумываться о своей обороне. Лично я решил сделать големов. Конечно, сделать в начале големов довольно сложно. Конечно, требуются доски, требуются камни, требуются кристаллы, но постепенно, как только мы доходим до этого всего, вы понимаете, что делать снаряды или стрелы гораздо тяжелее. Ну, по крайней мере, как по мне. Вы просто приносите кристаллы, а потом появляются эти самые големы, которые выполняют за нас всю работу. Причем, выполняют они ее довольно ответственно и хорошо. А при усовершенствовании этих самых големов, у нас будет выбор из трех. Это будут големы огня, големы льда и големы молний. Как вы могли догадаться, стихии здесь не просто так. У каждого противника есть свои слабые и сильные стороны. Например, призраков практически невозможно убить физическим уроном, а это значит, что наши жители будут его довольно долго убивать, пока не вмешаемся мы со своей магией, либо пока нам не помогут магические башни, ну и, конечно же, наши големы. И, кстати, вы, наверное, заметили, что мой экран как-то покраснел. Это значит, что у нас происходит сейчас кровавая луна. Довольно неприятное событие. Это, по сути, кровавый дождь, который собирается в лужи, из которого появляются кровавые слизни. А это значит, что они появляются у меня по всей базе. Что, конечно же, вдвойне неприятно. Подводя итоги, хочется сказать, что пускай даже игра не имеет такую впечатляющую картинку для нашего времени, но всё же чувствуется, что она сделана с любовью. У каждого жителя есть своё имя, своя история, свои события, которые происходят у него в жизни. Пускай это рождение нового ребёнка, смерть во время родов, смерть от жажды, смерть от охлаждения. В общем, да, у него много тягостей в жизни. И на это довольно интересно смотреть. И первое время, возможно, игра кажется довольно простой, когда у вас всего 10 жителей. Но когда их становится больше 100, всё сложнее и сложнее обеспечивать их едой и водой. Также стоит отметить, что разработчик довольно активно занимается игрой и в ближайшее время обещает нам добавить новую магию, защитные сооружения, новых големов, ну и, конечно же, разные события. Так что, да, я возлагаю какие-то надежды на эту игру. Ну и, конечно же, система очков и заданий, которая добавляет элементы играбельности и заставляет нас играть снова и снова. Возможно, мы хотим открыть новый сундук, возможно, мы хотим выполнить какое-то достижение, но в любом случае эта игра затягивает. Но, опять же, на вкус и цвет. На этом, пожалуй, всё. Ставьте свои лайки и подписывайтесь. И да, пока-пока и до скорого. Чёрт, весь интернет пришлось перерыть, чтобы найти вторую часть Блэк Эн Уайта. Причём, я так и не смог найти именно ту часть, или, точнее, то дополнение, где вам дают на выбор черепаху. Ну, там ещё, где вы сражаетесь против ацтетского бога и всё в этом духе. Конечно, может быть, я старею, но чёрт, какие же раньше делали классные игры. Блэк Эн Уайт, Солдат Удачи, Крёстный Отец, первая и вторая часть. Очень даже неплохо. Кстати, а какие игры вспоминаешь ты? Если что-то приходит на ум, то пиши обязательно в комментарии. А теперь, пожалуй, точно всё.